OBD2 код неисправности техническое описание, число оборотов вентилятора системы охлаждения слишком высокое, что это обозначает? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется к транспортным средствам, оснащенным OBD2, Chevrolet, Big, Peugeot, Toyota, Citroen, Dodge, BMW, Honda, Acura, Ford, Dodge и т.д. Хотя общие, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели. Вентилятор, который производители называют в этих кодах, является охлаждающим вентилятором, вообще говоря, вентилятор установлен на радиаторе, его функция – охлаждать охлаждающую жидкость в радиаторе и помогать регулировать температуру двигателя. Модуль управления двигателем, ESM, или модуль управления силовой передачей, PSM, контролирует, контролирует множество датчиков, чтобы контролировать и регулировать температуру двигателя, контроллер ESUD включает вентилятор, когда температура двигателя становится высокой, например, на холостом ходу в движении, и отключается, когда поток воздуха достаточен для поддержания температуры, например, при движении по шоссе. Контролируя охлаждающий вентилятор, контроллер ESUD обнаружил состояние высокой скорости, если охлаждающий вентилятор вращается выше или ниже установленных изготовителем параметров, индикатор ESM загорается лампой освещения двигателя или неисправности, MIL. Связанные коды диагностики вентилятора Неисправна муфта вентилятора охлаждения или подшипник, реле вентилятора охлаждения неисправна, проблема ESM, проблема с контактом, разъемом, например, коррозия, диагностические и ремонтные процедуры, всякий раз. Основный шаг номер один Визуальный осмотр, во-первых, вы захотите открыть капот и найти радиатор, вентилятор в сборе, в большинстве случаев он будет установлен в передней части автомобиля, прямо перед двигателем. Имейте в виду, что они представляют собой множество различных стилей и настроек для охлаждающих вентиляторов, некоторые из которых установлены непосредственно на самом радиаторе, а некоторые с ременным приводом от двигателя, поэтому определите стиль вашего конкретного охлаждающего вентилятора После обнаружения осмотрите вентилятор и и лопасти на наличие повреждений, рекомендуется взять один из лопастей вентилятора и слегка встряхнуть его, чтобы проверить наличие люфта в подшипниках, в зависимости от типа и степени зазора, возможно, вам придется заменить блок вентилятора Обязательно осмотрите кожух и все, что может помешать работе вентиляторов, обратите особое внимание на жгут проводов вентилятора охлаждения, требуется только один слегка потертый провод, чтобы вызвать некоторые коды, если все подтвердится, продолжайте Совет, иногда кожухи вторичного рынка не подходят идеально, что приводит к истиранию вентилятора частями кожуха, что приводит к низкой скорости, вращать вентилятор вручную при выключенном и холодном двигателе Вентилятор должен свободно вращаться в кожухе, может потребоваться снять ремень для версии с ременным приводом Основной шаг номер 2 Проверьте разъем, прежде всего, убедитесь, что батарея отсоединена, прежде чем выполнять какие-либо ремонтные работы или испытания электрической системы, следуйте жгуту, выходящему из вентилятора охлаждения, пока не найдете его разъем, после обнаружения осмотрите его на предмет перегрева, плавления или коррозии, отсоедините его и осмотрите контакты внутри Любые коррозированные или изогнутые штифты должны быть отремонтированы, заменены, обычно любое повреждение разъема означает, что вам необходимо заменить его, если все выглядит хорошо, продолжайте Совет, убедитесь, что у вас исправная электрическая система, всегда помните, что если у вас слабый аккумулятор или проблема с вашей системой зарядки, ESM может неправильно освещать лампу двигателя среди множества других возможностей Основной совет номер 3 Проверьте реле, в зависимости от вашей системы у вас может быть реле охлаждающего вентилятора, которое помогает управлять вентилятором, обратитесь к производителю для определения местоположения, если реле выглядит расплавленным или сгоревшим, это может указывать на проблему в реле, и его следует заменить Совет, это хорошая идея, чтобы купить эти типы реле в дилерских центрах ваших производителей, так как я обнаружил некоторые неисправные вторичные реле, которые нанесли серьезный ущерб Основной шаг номер 4 Проверьте свой ESM или PSM, найдите свой ESM, расположение сильно зависит от марки и модели, но вы можете найти ESM, под сидением, под капотом, в багажнике, на брандмауэре, под приборной панелью, в крыле или где-нибудь на полу После обнаружения осмотрите его на предмет повреждения водой или коррозия, это может указывать на проблему, квалифицированные глаза были бы необходимы после этой точки Продолжение следует...